так здравствуйте наши гости наши друзья мои и сергеева николай георгиевича я с ним провел три встречи виртуальные через телемост так называемый вот результаты неплохие есть желающие послушать николай георгиевича дальше значит я чтобы выглядело это авторитетно во первых на экране друзья вы видите его фотографию он весь в роскошный винограде раз вот второе значит здесь очень длинный список его работ работа уникальная наверное он один такой в россии и наверное ни один ученый даже в ранге академика по своему пользе принесенная садоводству и целом россии не сравняется единственный кто бы с ним сравнялся это профессор капица но профессор капица давно нет живых теперь конкурентов у тебя георгиевич нет я горжусь дружбой с тобой теперь так я кладу вот этот телефон с громкой связью рядом с записывающей аппаратурой и буду говорить громко потому что не все даже в телефонах могут это прочитать георгиевич все что я прочту наверное со стороны даже будет звучать круче чем ты сам бы это рассказал итак сергеев николай георгиевич садовод опытник организаторов двух форма виноградарей я чуть-чуть сокращать буду прошедших в екатеринбурге и в челябинске один из организаторов первого второго третьего всероссийских садоводов россии 2009 году 10 12 представляете это только благодаря фамилии удалось собрать со всего снг к лучших садоводов какой диванов был собирал не приехали бы это так я отклонился дальше слет новой идеи садоводам россии в четырнадцатом году георгиевич это не там где ты меня это приглашал ну ладно ладно это уже детали автор двух специальных выпусков виноград каждый северный сад виноград сибири на урале уточняю йорги живет в на урале короче так южноуральский газета дачный сезон автор ряда статей по садоводству опубликованы т т т т т т статьи и очереди осаде сергеева написаны корреспондентами больше десяти газет можно найти в газетах в интернете ведущие телепрограмм советы садоводов голова садовая информацию саде периодически показатели программы доброе утро первый канал россия первый канал вишневый сад зеленая передача георгиев ты хочешь опять зависти умер продолжаю новости челябинск альянс южноуральск кабельное телевидение же раз коркина пласт и манджи лист поселок заураль зауральский земля уральская екатеринбург телекомпания злак поселок уверский и других телеканалов так ну мне до тебя как до неба течение полутора лет на канале о тв челябинск постоянно где показывал 20 минутный сюжет сергеем сняты видеофильмы технология россии слушай тут еще это 1 страница 2 страница делать-то таким все 30 минут уйдут давай давай все даю тебе слово значит смотрите я уже говорил в предыдущих передачах что я летал и занимался поиском космических кораблей космические корабли больше 120 космических кораблей летала в космос садилась в бой которых я принимал участие непосредственно и при запуске и при посадке этих космических кораблей летая на самолетах и на вертолетах за каждый запуск отвечает как минимум командующий ввс естественно что у нас там наблюдать не руководит они следят за нашими действиями полковники вот представляете мне лейтенанты доводилось все время противоставлять этим полковником потому что они любят задавать вопросы а как поскольку люди не все это грамотные в этих вопросах то приходилось отбиваться вот именно тогда и наработалась вот это вот самостоятельность уверенность своих действий своих ответов значит затем когда я уже вышел на пенсию девяносто первом году кстати я уже получается 30 лет как на пенсии вот то пытался заняться этими маркетинговыми вопросами но когда-то денег доходило то ответ приходил нет 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 и нет и через десять лет мне пришел поскольку я иду под правительством бога будем говорить то через десять лет мне пришел ответ тонкого плана что мне в этом воплощении не положено быть миллионером не положено использовать чужой наемный труд и не положено иметь собственную машину и тогда на просим же мне заниматься я перебью практически ты повторяешь то что было на одном из трех этих я я я наверное знаешь извини я что сейчас может быть интересовать тебя как специалиста эзотерик понятно но люди в основном интересуются сейчас такими вещами значит не неудобно называть фамилию девятнадцатый век крупнейшие ученые это в учебнике пришел к выводу что души у человека нет мой вопрос если чек от душа второй вопрос ты занимался космическим кораблями там случайно не попадались кораблей не наши а инопланетные корабли когда искал свои имеется ввиду после пусков давайте так я тарелок своей жизни не видел инопланетных кораблей не видел но если не считать что видел такой километра за три-четыре цилиндр темный опускающийся сверху вниз примерно метров пять но в диаметре метра два наверно это я видел остальное нет мы не видели я лично не видел хотя у люди у нас скажем в троечке висел этот одного под детским садиком и люди когда шли на службу они увидели но я просто другого места ходил это не мимо садика не приходилось нет я скажу что я его не видим потом люди могут ошибаться мы тоже ведь я на самолете сверху к себе на раз-два вопрос поведение слева проникнул черный шарик черный шарик такого него потом посидели подумали и поняли что это радиозон который запускает для определения скользкие направления ветрометерологи вот что касается дыша у человека есть конечно есть доказательства нужны нужны доказательства а то говорят как тот пришел к выводу классик наш рефлексы лягушку мертвую за лапку током дергает а дергается давайте так и человек есть но получается так вот по новейшим моим свидетелем что бог это не тот дедушка который на область рисует а человек он везде кругов том числе и в тебе и человек участвует в игре сейчас много всяких логических игр в компьютере вот примерно такая же игра идет 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 но она не только на земле она вообще во всей вселенной и поэтому у него есть какие-то вот у нас сами есть какие-то самостоятельные действия мы можем и в то же время нами руководят то есть нас могут просто отключить за неправильные действия вы умрете а вот собственно говоря примерно так а как как упал потерял сознание на ровном месте вот кто хочет значит есть такой писатель возьмите кстати автор ручку вот так уста несколько надо будет написать вариантов значит вот смотрите есть такой значит писатель майкл ньютон да я потом лучше с ней отдельно поговорю ладно и запишу вот они там вот они собираются все скажи пожалуйста внезапно умер латинком вот такие фотографии в интернете миллионы да неужто это как латинком раз и уйдешь на небо я говорю крылышки это опасно как латинком раз и уйдешь на небо так вот я просил взять ручку и записать маякл жизнь между жизнью мячу так вот духе там пойдете там у него три книги найдете там почитать вот что творится с душами потом есть такое понятие как регрессология где специалисты выходят в ваши бывшие воплощения знаю тем не было в нескольких воплощениях вроде как у меня это у меня жена все говорит николай ты все тут людьми руководишь но ты почему так так а кто ты по гороскопу еще раз значит по гороскопу вот с вопросами с этим у меня тут правда за мной много стоит дел которые я про про совершил в этой жизни и вот кто-то меня тут даже на твоем по моему сайте спрашивает николай девочки почему вы такой активный активно почему ты везде и всюду я ответил что я по гороскопу хорошо еще вопрос очень важный будущее предопределено у человека есть карма или все впереди туман вот и никто не знает что будет не то что завтра через пять минут ну это правда что будущее ну как бы сказать и дело в том что запрашивали значит запрашивали сведения о том же пути не да а эти сведения не дают потому что говорят если мы дадим сведения о будущем что с этим человеком произойдет в будущем то значит мы дадим возможность вас вмешаться вот в это будущее чтобы оно таким не было бы скажем или что-то в таком душе поэтому вот такие вещи не дают что конкретно на себе я знаю что когда я воплощусь в следующем воплощение получил вот и знаю что конца света никакого не будут и так же люди будут жить я попал просто на праздник в котором почему-то у нас это территория принципе башкирии бывшей до этих российских времен будет и вот там был праздник на котором присутствовали мужчины башкиры они были как как важно значит просто очень много людей некоторые были правда на конях что самое интересное на стадионе который у нас южноуральский то есть я воплощусь и братом южноуральский слушать дальше вопросы надо всем не успеть первый вариант произошли от обезьяны второй произошли от бога третий имели с обезьянами общего родственника куда их куда-то запропал поэтому теперь у людей раздраивается они не знают правду общего родственника с обезьяной нет вот не хочется быть называть обезьяну братом а доказательства что мы создание от бога у меня то не есть но они не нигде не это не публикуется никто меня не слышит у меня будет вебинар кстати надеюсь посмотришь сегодня уже суббота нет пятница понедельник вебинар 16 часов по москве значит там я затрону эту тему я приведу такое доказательство вот вся наука да почему там будет очень серьезный вопрос но пока ты не знаешь вот это мой доказательство никто не знает на всей планете так бывает а мне сейчас интересно обезьяна брат наш или этот наш дедушка или все-таки все это херня царь за дарвина бред мне нужен четкий ответ да или нет да нет конечно потому что во первых давай так настоящих людей на земле те которые родились по человечески как положено от матери и отца их на земле это всего 10 процентов а все остальные либо роботы я так и с ними вот купил так это еще не говорят слушай одна женщина к нам приехала но во первых почему обращаешь сразу внимание что не все-таки иногда неадекватно то есть она принесла нам ну приехали как к чаю там пакет пакет гречки и банку консервов рыбных каких-то у меня такой случай тоже был это же женщина а биороботы пьют водку нет биороботы водку пьют а как у них схем это или это они получается используют также как спирт использует при это самое но в аппаратуре также есть такое понятие как чистка аппаратура спиртом на 10 старше меня а вдруг у него человек такой как бы сказать женатый он не был никогда но женщина у него бывший естественно в жизни вот детей у него нет самым лысый и вот сидит он сморщенный вещи в рубашка не глаженная паскопа один живет а тут бах перед глазами раз раз после очередной стопки лицом я не галлюцинациями не белой горячкой это значит молодая рубашка глажена и показывают вот так и на искать от плеча до бедра на искать что нижняя часть у него получается человеческая а вторая половина туловища но как бы все приспределенность пластика из такого вскоро слушай георгиевич знаешь почему я тебя прерву ты человек авторитетный вот потом этот фильм попадет не только в этот он еще и в яндекс попадет и что дальше будет появится фобия про биороботов вот с одной стороны ты человек заслуженный до уникальный вот фактически по своему влиянию в садоводстве номер один россии и вдруг вот это вот разговоры такие и появится фобия мнение я про биороботов ни слова давай сворачиваем я про душу я про я про вечное я про душу я про вечное про биороботов я не думал не думал слушай подожди дай договорю значит я голову стряхнул опять сидит ему значит на 10 лет меня опять это рубашка мятая говорю ну давай выпьем там ну то что у меня денежвение был кстати выпили тост я смотрю с каждым глазком лицо раз раз молодеет 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 и опять двоему 25 лицо чьи значит молодой рубашка глазами как вариант вариант я не готов к такому разговору я просто предлагаю поменять тему чтобы в стране не появилась фобия значит смотри я прошу записать майкл ньютон значит ну вот я уже говорил что душу жизнь между жизнями так примерно называется книга которую я читал там еще и книги что как в общем про душу там все написано про душу в голову значит и я прошу еще записать одну фразу которую тоже может быть бог судья происходящего я еще раз повторю бог судья происходящего люди много они меняют значит произнося вот эту фразу и обнуляешь свою негативную энергию а то негативная энергия которая идет от других людей и в том числе в качестве вируса в том числе в качестве вот этой новоявленной болезни она усиленная возвращается обратно то есть вот эта защита а значит от людей вот смотрите я на пенсию вышел девяносто первом году сейчас значит у нас двадцать первый год он прошло 30 лет за 30 лет у меня только был была операция простатита потому что это по пожеланию жены она сказала никуда ты них такую москву не поешь никакие журналистов их какими журналистами сейчас они будешь у меня перенкнуло мочевой канал и тогда я понял когда выражение когда моча в голову ударяет делали операцию до перед этим более 40 лет операции представляете операции все нормально пошли все во всех отношениях единственное что два года тяжелее стыканом чудеса поднимать вот и дальше что я когда приходил головного врачу у меня один из-за того что мне вовсе не быть попадала токаинка тут виноград обрезал значит кусочек листочка попал глаз сухого это как всегда это бывает в пятницу после обеда я так несмотря на эту пословицу что глаз проморгается не проморгался пришлось понедельник вот это все теперь давайте поговорим я вообще хотел поговорить о том как выбрать место под подсад под дом я еще раз повторю фразу бок судья происходящая на вас предохранит от этих самых от всех от негатива от негатива от других людей будете здоровы и у вас будет повышенный иммунитет и вам никакие болячки будут обойдетесь без них значит вот смотрите вы как поскольку я вот хотел договорить . да пришла информация что мне не получится быть миллионером то вот тогда я из садоводства садоводством занялся садоводством занялся значит и постепенно увеличивая информацию о себе в прессе собрал вот эти съезды и задача была съездов еще раз повторюсь чтобы собрать совместно селекционеров директоров селекционных танцев садоводов-опытников журналистов писателей телевизионщиков это все было сделано для того чтобы они отменялись информации и чтобы новинки выведенных сортов попадали непосредственно от селекционеров в руки садоводов-опытников за это благодарны и получилось так что на одном из этих съездов встретились селекционер по абрикосам из москвы и селекционер по абрикосам из Иркутска они вместе в одной группе учились мы никогда после выпуска не встречались вот таким образом то есть это работало значит вот смотрите вы как его поэтому ко мне много людей приезжает там мы общаемся и и значит эти вопросы решаем конституционно и и у меня в саду бывает больше ста человек значит и многие приходят с вопросами как чего почему один у кого-то где-то что-то у кого-то мизина там все заливают у кого-то значит наоборот там все значит вы когда хотите место выбрать для жительства для сада вы посмотрите сначала если там не апатодельные зоны как их искать я говорил в прошлый раз теперь значит причем простой визуальный опыт вернее не у ну вот хотите просто посмотрите если растут всякие искривенные деревья ну березу скажем вот они все кривые там идет не один ствол а по несколько стволов с одного места это говорит о том что это не патогенная зона что рядом с ней значит в этом месте никаких домов и садов нельзя разводить потом значит кроме того у нас я можем плитку кафельную еще нет песни не поются баке ничего не та сама обычно при всегда работаешь с удовольствием прибыль напиваешь а тут ничего не прихожу матери спорта что-то странно это кроме и деревья не растут в этом ну вот на этом участке семьи деду стоит там же была бойня там резали кололи скотину и поэтому вот энергия и душ мертвая она не дает им подниматься вот расти ничего на этой земле и кстати деревья то там тоже все привыкли причем резко так идет от нормальные на туда растут сосны посадки были сделаны и вдруг раз и на примерно на расстоянии 15-20 метров они сходят на нет и дальше не растут хотя были посажены вот это такая вещь удивительно там где-то у меня в книжке есть значит я кроме того вел два сезона передачи по телевидению по месту называлась они она садовая голова я все эти передачи взял забрал не отдали их на диске и эти истинная получилась там четыре диска она выставлена в интернете все четыре диска называется разумное земледелие возьмите почитайте это очень интересно а где люди возьмут эти диски а где людей их возьмут что значит возьмите почитайте ты продавай она в интернете слово диски означает что это диск ладно дело в чем пошла последняя минута и отключится сейчас сам по себе раз в батарейке опять сидят два вот я имею ввиду аккумуляторы поэтому это давай людям на прощание скажи что-то полминуты осталось на прощание еще раз повторяю говорите бог у тебя происходящего еще вам значит что будет нет инсульта инфаркта надо дать команду организму все тромбы все бляшки все наросты на всех и во всех сосудах это уже следующий раз будем говорить последние секунды последний вопрос а это такой рецепт 100 грамм и огурчик поможет сосудом сосудом все время стекло георгиевич пока я сейчас он отключается а я с тобой могу дальше говорить а